Всем привет! В эфире Универ Ньюз, а в студии Диана Желенкова. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. Казанский университет выиграл президентский грант на проведение международных исторических школ. В 2021 году фонд президентских грантов окажет поддержку в реализации проекта в размере 10 миллионов рублей. Мероприятия будут проводиться совместно с Российским историческим обществом. По итогам школы лучшим смешанным коллективом российских и иностранных участников будет оказана поддержка в реализации их исследовательских и просветительских проектов. На площадке театра Аллафузова состоялось расширенное заседание коллегии Министерства по делам молодежи Республики Татарстан. Все подробности далее. Заседание открыл министр по делам молодежи Республики Татарстан Дамир Фатахов. В своем выступлении он обозначил приоритетные задачи на наступивший 2021 год и подвел итоги работы Министерства за прошедший. Мы запускали институты в виде выборов молодежных парламентов во всех муниципалитетах и выстраивали, так скажем, эту систему по всему Татарстану. У нас получилось наладить систему грантовых конкурсов и поддержку ребят на федеральных проектах. Вы видите, более 120 миллионов рублей сами ребята уже привозят с федеральных грантовых форумов. Это говорит об уровне их подготовки. Как отметил в своем выступлении Дамир Фатахов, Татарстан продолжает оставаться лидером реализации молодежной политики в России. По словам министра, главным приоритетом в наступившем году станет работа с подростками. Также в рамках заседания состоялась церемония награждения тех, кто внес значительный вклад в реализацию молодежной политики в Татарстане. Вручал награды премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин, который поблагодарил всех участников заседания за продуктивную работу. Как было отмечено, важнейшей задачей Министерства по делам молодежи Республики Татарстан становится помощь молодым людям в поиске себя и своей реализации на малой родине. По словам врачей, лечебная физкультура рекомендуется пациентам после перенесенного COVID-19. Благодаря реабилитации улучшаются дренажные функции легких, проводится профилактика спаечных процессов легких, фиброзных изменений, улучшается объем легких, соответственно, улучшается газопмен, и от этого улучшается состояние и головного мозга, и всех органов и систем организмов. Для того, чтобы начать заниматься лечебной физкультурой, пациент сначала должен обратиться к участковому терапевту по месту жительства. Тот направит его на консультацию к врачу лечебной физкультуры. На основании диагноза, данных о сопутствующих заболеваниях, анализов пациента, мы предложим ему комплекс лечебной физкультуры, который подходит именно этому пациенту в данном конкретном случае. Занятия по лечебной физкультуре проводятся в небольших группах. Для прохождения терапии при себе нужно иметь всего лишь направление от врача-терапевта и спортивную форму. Энджи Минибаева, Радик Загидулин, Ленартов Литяров, УнивертНьюз. Казанский университет дал старт поезду здоровья. На открытие мероприятия отправились иностранные студенты подготовительного факультета. Подробнее в следующем сюжете. Каникулы для студентов продолжаются вместе с поездом здоровья. Впервые мероприятие прошло на территории астрономической обсерватории имени Энгельгарда. Формат поменялся, пандемия дает о себе знать. Мы сегодня впервые в формате такого мероприятия посетили обсерваторию нашу, Казанского университета. Здесь у нас для студентов предоставлены лыжи, для того, чтобы они смогли прокатиться. И с учетом того, что сейчас каникулярное время, многие иностранные студенты остались в общежитиях нашего городка. Первые четыре выезда у нас сделаны для иностранных студентов, многие из которых впервые попробуют себя на лыжах и вообще узнают, что это такое. Мы в этом им поможем. Для студентов провели инструктаж и предоставили лыжи. Некоторые участники впервые встали на лыжи и попробовали себя в новом для них виде спорта. Мы делаем по два выезда. Первый автобус у нас выезжает в 9 утра, второй автобус в 11 дня. Катаемся примерно полтора-два часа, пьем горький чай, едем обратно в Казань. И я думаю, у нас рассчитано, что это пройдет весь февраль и весь март. Все подробности по проекту «Поезд здоровья» можно найти на сайте Казанского федерального университета. Инжи Минибаева, Радик Зугидуллин, Ленартов Литьяров, Универньюз. В сессии подошла к концу. Студенты освободились от зубрежки билетов на экзамены и готовы вернуться в привычную жизнь. Не исключением стали баскетболисты Казанского университета. 28 января на паркете Академии спорта сборные КФУ встретились с фаворитом чемпионата Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма. Как прошла первая игра после зимнего перерыва для Казанского университета, расскажет Диана Урядова. Баскетбольные сборные Казанского федерального университета уверенно заняли лидирующие позиции перед новогодними каникулами. Теперь же сборным КФУ предстояло встретиться с самым угрозным соперником Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма. Первыми на паркет Академии вышли женские сборные. С самого начала матча Академия спорта ход игры берет под свой контроль. В течение всей четверти у баскетболисток Федерального университета не получалось наладить стабильность попадания, а их соперницы реализовывали практически все свои броски. В атаке Академия разыгрывала тактику «вход-пас-бросок», а они с легкостью набирали очки с быстрых, мощных проходов. Первая четверть заканчивается за счетом 21-10. Во второй четверти обе команды начинают придавать игре особый темп. Игра стремительно переносится с одной части поля на другую. Перестав делать грубые ошибки, баскетболистки КФУ смогли переходить в атаку и забрасывать мячи в корзину. На большой перерыв команда уходит со счетом 39-30. Во второй половине Академия спорта сразу начинает зону защиты. Первые две попытки вывести мяч у КФУ заканчиваются потерями. Девушки активно пытаются компенсировать свои неудачи. В их нападении начинают вводиться быстрая передача и броски издалека. За реализацию бросков в трехочковой линии берется Дарья Ашгебесова. Она уверенно забрасывает сложные броски с дальних дистанций. Но передачи у КФУ не всегда бывают качественными. Пас через руки и легкий перехват. За эти простые ошибки Академия наказывает своими забитыми мячами. Счет 55-47. В заключительном игровом отрезке баскетболистки Академии начинают персонально опекать игроков Федерального университета. В сборной КФУ ничего не остается делать, кроме бросков не из самых выгодных позиций. Софья Латыпова берет игру в свои руки. Сначала забивает два очка с прохода, а после зарабатывает возможности пробития штрафных. Но это было недостаточно, чтобы ввести игру в овертайм. Концовка встречи проходит полностью под диктовкой Академии. 79-61 первое поражение сборной КФУ в регулярном чемпионате. По традиции чемпионата после женских команд на паркет выходят мужские сборные. Стартовая вбрасывание выигрывает Академии и сразу бегут кольцу соперника. Кирилл Попонин отправляет мяч в корзину федералов. Встреча сразу набирает обороты. Многочисленные фолы и броски с дальних дистанций. Ближе к середине первой четверти Академия ведет с разницей 8 очков. Однако федералам удается изредка доносить мяч до кольца соперника и сокращать отставание. 19-13 всего 6 очков привезли игроки Академии к федеральному университету в первой четверти. Во второй четверти игроки Академии плотно встали в защиту. Это вызывало трудности у КФУ нападений. Игра от обороны принесла свою выгоду игрокам Академии. Подпуская близко кольцу своих соперников, защита уверенно пользовалась преимуществом в росте, отбирала мяч и стремительно убегала в контратаку. 45-31 на табло под конец первой половины игры. После перерыва игроки из Академии продолжают вести активную игру в защите. Федеральный университет решает прийти в игру все в нападении, но ни к чему хорошему это не приводит. Постоянные фолы в атаке от федерального университета дают баскетболистам Академии штрафные броски, которые те без проблем реализовывают. 76-47 преимущество Академии растет до 29 очков. В заключительные 10 минутки игроки Академии продолжают вести свою игру на площадке. Сборная КФУ, к сожалению, для болельщиков не смогла что-либо противопоставить соперникам и продолжала пропускать. С разгромным счетом 170-71 Академия спорта выигрывает встречу и выходит на первую срочку в таблице. Неудачный игровой день получился для сборных федерального университета, но уже 4 февраля они попытаются исправить положение. Следующих соперник Казанский государственный аграрный университет и эта встреча наш телеканал покажет в прямом эфире. Диана Урядова, Наталья Жирнова, Универ Ньюс. На этом все. В студии была Диана Желенкова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. Желаю вам хорошего дня. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok